В следующем году военно-морской флот России усилит ещё 12 кораблей и боевых катеров, столько же судов обеспечения. Кроме того, на боевое дежурство заступят две новые подводные лодки. От вторжения с моря наши границы будут защищать ещё четыре береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастеон». Поэтому рисковать НАТО не стоит. Возможные последствия активности Североатлантического альянса вблизи наших берегов обсудим с военным аналитиком Дмитрием Тараном. Здравствуйте. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Дмитрий, давайте о вероятности поговорим. Неужели НАТО всерьёз рассматривает вероятность наступательной войны с Россией на море? Нет. Никогда Запад не будет воевать против России в прямом, честном, лобовом столкновении. Всегда. 41-й год, 22-го июня, Гитлер никогда бы не напал, если бы не был военно-фашистский заговор до конца не раскрытый, если бы два фронта не легли. И в результате масса юношей 22-го, 23-го годов оказались в котле. Советский Союз никогда бы не был разрушен прямой атакой, потому что непобедимая армия, но Советский Союз был разрушен изнутри. И без единого выстрела. Так к чему вся эта военная... Именно к тому. Украина используется... Мы когда обсуждаем, что Украина, там, пролив, да, проход кораблей, мы думаем о том, что это там какая-то провокация, это всё приурочено к попытке государственного переворота. В результате которого, например, вся наша вооружённая сила может оказаться недееспособной. В этом году НАТО серьёзно увеличило и усилы своей группировки в Европе, в том числе и морскую. Давайте посмотрим. С августа воссоздаётся второй оперативный флот ВМС США. Его главной задачей станет расширение американского военного присутствия в Арктике. Принято решение о формировании в 2022 году двух новых командований – Объединённого командования ОВС НАТО «Атлантика» и Объединённого командования «Тыла». Это позволит Альянсу обеспечивать переброски войск из Соединённых Штатов в Европу и их ускоренное развертывание вблизи российских границ. Вот насколько это серьёзная угроза для нашей страны в данной ситуации? Серьёзная. То есть в том смысле, если, не дай бог, у нас внутри контура что-то произойдёт, то это на самом деле, вот если посчитать личный состав, количество пушек, это не армия наступления, не армия отторжения, это армия карательной операции, которая может начаться после государственного переворота, после попытки. После попытки, которая никогда не сможет быть осуществлена. Теоретически может увенчаться успехом. Понятное дело, над этим работают очень многие люди. Но это исключительно расчёт на то, что если попытка удастся, то тогда этими силами они осуществят карательную операцию. Ну, давайте вспомним, что месяц назад в Норвегии закончились комплексные учения «Единый трезубец-2018», в которых приняли участие все 28 стран НАТО, а также Финляндия и Швеция. И вот что примечательно, значительное место в ходе манёвров отвели военно-морским силам. Давайте обратим внимание. Это, конечно, самое важное учение за два десятилетия. А может и более. Под моим командованием 35 кораблей. Это очень большая сила, дающая хорошие возможности для этих учений. Это что получается? НАТО нацеливается на Арктику, что ли? Конечно. Их интересует всё. На самом деле ещё Великобритания, ещё Маргарет Тэтчер делали заявление относительно того, что не по чину Россия распоряжается ресурсами Сибири и Дальнего Востока. И та попытка интервенции, которая была осуществлена в 18-19 годах Антантой, а мы имеем дело с Антантой, они бы хотели к этому вопросу вернуться. А мы помним, что революция, гражданская война, интервенция иностранных войск по факту карательной операции – это всё о том же. Они несколько веков играют в эту игру. Получают под зубом, откатываются. Наступая на одни и те же грабли. На одни и те же грабли, да. Россия доказала, что наш военно-морской флот – один из самых сильнейших в мире. Вот давайте обратим внимание. Впервые в современной истории России в Средиземном море проведено учение «Океанский щит». Крупная межфлотская группировка вместе с дальней авиацией уверенно решила широкий круг задач. Опробировала новейшие тактические приёмы и способы действий корабельных сил и авиации. Но вот сегодня, некоторым образом, мы подводим итоги уходящего 2018 года. Как вы оцениваете позиции «Наши российские на море»? Я думаю, что наши позиции укрепляются. Наши позиции показывают, что мы вообще неприступны. И Запад это понимает. То есть в лобовой честной атаке у них шансов нет. Ни при каких обстоятельствах. Поэтому они и не будут воевать с нами на нижнем шестом приоритете на уровне силы. Они будут работать на агентурном, на дипломатическом, на разведывательном, на покупке элит, так как это было на Украине. Никому ж не секрет, что страна легла только потому, что был куплен журналистский и управленческий корпус. И они будут работать на других приоритетах достижения. «Наши» — это комплекс мер по достижению целей. Там сила оружия — это только последняя часть. А там есть ещё огромный комплекс мер, которые с войной вроде бы не связаны. То есть на уровне военно-морского флота с нами бороться получается? Да. Они даже не планируют. Но они, конечно же, подберут всё, если, не дай бог, у них что-то получится на других приоритетах. Вы знаете, вот если говорить о приоритетах, а какие области мирового океана можно включить в области, ну или в сферу приоритетов российского военно-морского флота? Я думаю, что в случае, если мы хорошо пройдём 2019 год и выйдем на... Что вы имеете в виду? Ну, у нас будут попытки нас качать. Они будут привязаны к разным... Да, они регулярно происходят, но я думаю, что вот эти усиления западных группировок, они к чему-то приурочены. И они приурочены и к провокациям украинской стороны, они приурочены к синхронным действиям внутри России и так далее. Так вот, если мы это всё пройдём, то нашей зоной ответственности, как и любой сверхдержавы, будет вся планета на ведение порядка, удержание порядка, потому что мы превращаемся в центр концентрации глобального управления. Скажите, а возможно ли провокация с участием кораблей НАТО в Чёрном море? Я думаю, что в Чёрном море, вот второй проход, если он начнётся, он будет выглядеть следующим образом. В первый раз нам нельзя было их трогать, и мы их не трогали. То есть мы их поставили к причальной стенке после ряда предупреждений. А вот сейчас, после заявления Турчинова о том, что корабли имеют оружие, способное уничтожить Керченский мост, мы их прикажем поставить на прикол, доведём досмотр, с лоцманами пропустим под мостом, если там будет абсолютно всё чисто, и в случае неповиновения мы их просто уничтожим. Вы знаете, вспоминается вот эта поговорка «хочешь мира, готовься к войне». А где мы должны готовиться к ударам и к каким провокациям не только со стороны Украины, но и со стороны наших остальных западных партнёров, так называемых? Прежде всего, и эта сфера наша не является нашей сильной стороной, это информационная работа с населением. То есть информационные удары, которые они проводят у нас на территории, не силой оружия, а просто всего лишь информационными технологиями, средствами массовой информации, западными НКО, агентами иностранного влияния, вот в этой сфере нам нужно сосредоточить ресурсы, интеллекты и трудовые ресурсы. И опять же, ресурсы для работы со своим населением или для работы с их населением? Три основных аудитории. Наше население, население постсоветских республик и дальнее зарубежье. Это разные целевые аудитории, но цели, которые мы должны ставить на этих фронтах, они примерно, ну, сонаправлены. Ну, в смысле, вы имеете в виду, что приоритетными должны быть все три направления? Все три направления. Конечно, с большим упором на свою территорию. Потому что один аналитик буквально на днях мне сказал, обратил внимание, как Украина легла и как там вдруг раз и поднялось такое количество бандеровцев. Это говорит, цветочки по сравнению с тем, что если, не дай бог, что-то случится у нас, то здесь бандеровцы на порядок больше. Ну, не случится, это точно, и здесь мы можем быть спокойны. Спасибо вам большое. Усиление присутствия НАТО вблизи российских морских границ мы обсуждали с военным аналитиком Дмитрием Тараном. Ну, а сразу после новостей расскажем, почему американцы назвали наш корветто кораблем будущего. Мы вас благодарим и с наступающим праздником. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.